Всем привет! Вы смотрите канал Мужская Культура. Сегодня я написал пост на фейсбуке и в инстаграме и подумал, что возможно вам тоже будет интересно послушать, о чем же я там написал. По результату моих встреч в этом месяце по поводу легализации оружия, по поводу споров о легализации, я пришел к такому выводу, что главный камень пресновения в этом вопросе все-таки это самооборона, это законодательство о самообороне. И такое понятие, как допустимое, либо превышение самообороны. Мне лично кажется, что разрешить покупку, то есть приобретение, хранение и перемещение в специальные места, например, в тиры или на стрельбище краткоствольного нарезного оружия, то что называется пистолетом, проблемы не создав. То есть фактически пистолет будет приравнен либо к длинноствольному нарезному оружию, что очень логично, либо просто к оружию. То есть вы его покупаете в магазине, либо где-то еще, можете держать у себя дома, перевозить в разобранном виде, в специальном кейсе. Точно так же, как ружье. Вы не можете полностью заряженное ружье возить, например, в машине. И получается, что его применение, если вдруг вы его примените, будет по всей строгости действующего закона рассматриваться. То есть никаких поблажек для самообороны на данном этапе делать никто не будет, это понятно. И я бы рекомендовал их и не ждать. То есть ответственность за вашу жизнь, за ваше здоровье, за безопасность вашего жилья всегда была и остается на вас. И надеяться на изменения в законе самообороны, мне кажется, нет никакого смысла. Что думаете по поводу вот такой легализации краткоствола? Для того, чтобы оно у вас хранилось дома, и вы могли его использовать в специально отведенных для этого местах, в тирах, либо на стрельбище. То есть возить только в разобранном виде, с разряженными магазинами, да как угодно. Я хоть готов его на составляющие разбирать, пружинки отдельно, болтики отдельно, лишь бы была возможность владеть своим собственным краткоствольным оружием. АК-пистолетом. Спасибо за внимание. С вами был Носик Роман. Пишите в комментах, что вы по этому поводу думаете. Какие возможны еще аргументы против, кроме того, что все всех перестреляют. То есть никто никого не перестреляет, потому что просто его нельзя будет вытащить на удлицу заряженную. Что нужно за приехать в массаж протокол? Спасибо за внимание. И так начинаю.